13.07 в городе Кирове. Начинается программа «Особые мнения». Меня зовут Анна Лапшина. В гостях у меня сегодня Сергей Мамаев, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании области, первый секретарь Кировского обкома КПРФ и помощник Геннадия Зюганова. Добрый день. Добрый день. Нас можно не только слышать, но и видеть. На сайте Эхо Кирова идет прямая трансляция нашего эфира эхокирова.ру. Там же можно задавать вопросы нашему гостю через форму анонсов. Ну, вопросов я пока не вижу. Думаю, что в течение эфира они могут появиться. Также вопросы мы принимаем и по СМС 8909-720-101-0. Пожалуйста, подписывайтесь, а мы следим. У нас, Сергей Павлинович, с вами довольно сложная ситуация, потому что, с одной стороны, скоро выборы, да, и совсем обойтись без вопросов по этой тематике мы не сможем. С другой стороны, мы постараемся соблюдать закон, не агитировать, не антиагитировать, да, за какие-либо политические силы. Вот. Договариваемся, да, на берегу. Безусловно. Постараемся оставаться в рамках особого мнения депутата законодательного собрания Сергея Мамаева, да, и руководителя Кировского обкома КПРФ. И я еще должна обратить внимание и избиркома, и коллег ваших по законодательному собранию, что у нас студия довольно открытая. Мы ждем всех представителей всех политических сил. Насколько я понимаю, идут переговоры, и Единую Россию мы тоже в нашей студии ждем. Поэтому, ну, вот я прошу не обижаться, баланс мы будем соблюдать. Вот. Есть одна вещь, которую я хотела выяснить в самом начале. До выборов в Городскую думу остается менее двух месяцев. И почему-то в этот раз, в отличие от предыдущих лет, там, от предыдущих выборов, нет такой активной кампании по подготовке, там, да, популяризации работы наблюдателем на выборах. Мы понимаем, что соблюдение закона, да, это такая штука, вот, ну, вот надо, чтобы кто-то посторонний все-таки следил, иногда увлекаются политические партии. Что у вас с этим? Ну, это, естественно, я бы так сказал, сегодня повестка дня, выбор на кампании объявлено на территории Кировской области. Естественно, не зарегистрирован кандидат, хочу оговориться, что не имеет права агитировать, и, ну, как говорится, имеет право, я выдвинутый. Но не так сегодня широко и обширно, пока я буду не зарегистрирован. Да, во-первых. Во-вторых, то, что касается сегодня системы наблюдателей, то мы к этому готовим людей, и я думаю, что в этом году мы постараемся сделать все возможное, даже невозможное в отношении наблюдателей, чтобы они были подготовлены и не просто сидели и там командовали этими наблюдателями участковые комиссии, территориальные комиссии и так далее, потому что это определенный контроль. Мы должны поставить барьер той фальсификации, которая, в общем-то, на протяжении многих выборных кампаний присутствовала. Вот, поэтому мы готовим сейчас наблюдателей, они будут не только с нашего региона, естественно, почему? Потому что сегодня зависимость людей перед властью в определенной степени имеет место быть, и это нельзя сбрасывать с счетов, поэтому мы сегодня думаем над тем вариантом, чтобы наблюдатели были, так сказать, не местные люди. Ну, не только местные люди, да, да. Или исключительно не кировские? Ну, исключать мы не можем всех, как говорится. Есть у нас достаточно много принципиальных людей, которые не страшатся того прессинга административного, который, в общем-то, проявляет во время дня голосования. А на наблюдателей тоже давят? Безусловно, безусловно, как не давят. Не только на кандидатов давят, но и на наблюдателей. Поэтому это целая, по сути дела, огромная работа, которую мы изначально уже начали, даже до объявления выборов, вести по наблюдению. Ну, я так понимаю, ведь там, наверное, и есть ребята, там, я не знаю, и взрослые люди, да, и молодые ребята, кто работает давно уже, да, вот в этом качестве. Ну, есть такие, есть, да. Много ли их? Да, есть, но все равно есть определенные проблемы, потому что я еще раз хочу подчеркнуть, что происходит административное давление. И вот тот, почему административное давление? Потому что у нас сегодня руководители участковых комиссий, территориальные комиссии, это в основном, не в основном, а практически все работники администрации, то есть муниципальных образований. Поэтому они используют тот ресурс, который, за который им платят деньги, то есть так называемый административный ресурс. Если бы сегодня были председатели, секретари из политических партий, так сказать, представленных... Оппозиционно, да, сбалансированность была, тогда бы мы могли говорить о том, что да, действительно, выборы не смогут та или иная партия сфальсифицировать сегодня. Почему? Потому что, ну, и закон, это дело, в первую очередь, не позволяет. Во-вторых, люди бы чувствовали вот эту ответственность, а там ответственность определенная есть, потому что мы сталкивались во многих избирательных кампаниях, где фальсифицировали выборы. Ну, далеко за примером, что ходить, даже в Кировской области на прошлых выборах был... На прошлых выборах куда? На прошлых выборах в Государственную Думу, в Законодательное Собрание. Вот, в Слободском районе, пример у нас такой был яркий, где наш наблюдатель, по сути дела, был закрыт в другую комнату и где-то до пяти часов утра его держали. Конечно. А вы по нему подписали протоколы? Мы... Жаловались? Безусловно. Так, какая была реакция? Ну, а вот у меня там. А, то есть вообще... Знаете, как говорят, тишина в квартире. Или вообще не ответили? Ну, ответили, что, так сказать, в мягком варианте так, ответили, как они научились отвечать. И простым гражданам, в том числе, в общем-то, политическим партиям. Сергей Павлинович, так вот, ну, мне тогда, кажется, я не знаю, закроете ли вы все, все абсолютно участки избирательные своими наблюдателями. Но, наверное, вам надо как-то кооперироваться с другими политическими силами. Безусловно. Сегодня у нас в этом направлении практически подписали 24 партии. Это не только, как говорится, парламентские, но и непарламентские партии по этому вопросу. Это на уровне Кировской области они подписаны? На уровне Кировской области. Так. Вот. И в первую очередь... Это какой-то меморандум, а не нападение, вот насколько я понимаю. Ну, это меморандум, это другое. То, что сегодня предлагает Единая Россия, я считаю, что мы этот вопрос тоже сегодня обсудим, это меморандум совершенно другой. А вот то, что касательно контроля на избирательных участках, это, так сказать, тот вопрос, который мы сейчас с вами обсуждаем. Я это имею в виду. Так. Вот. Поэтому контроль мы будем осуществлять перекрестный с политическими партиями, те, которые сегодня будут представить своих кандидатов на выборы в городскую думу. Ну, и те поселенческие районы, где пройдут выборы 10 сентября. Ну, не спали. Да, мы сейчас взаимодействие в этом направлении у нас неплохое. Вот. Я думаю, что мы обеспечим и не только, так сказать, собственными наблюдателями, но и другими политическими партиями, так как все партии представляют наблюдателей. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы не позволим сегодня командовать наблюдателем, согласно закону, который, в общем-то, предписывает наблюдателю не сидеть, как статисту. Конечно. Там на скамейке и наблюдать, что происходит. Он ничего не увидит. Он должен смотреть и список, когда подходит гражданин голосовать, может быть, там уже за него проголосовали, или же, как говорится, какую он фамилию ставит и расписывается. Это тоже должен он смотреть. Поэтому и тогда, когда идет подсчет голосов обязательно, если даже будут КАИБы, то закон сегодня предусматривает пересчет, как говорится, ручной. Поэтому наблюдатели в этом плане будут работать. Не только там наблюдатели, но и члены с совещательным голосом, члены с решающим голосом комиссии на территории Кировской области. Конечно. От нашей партии, вернее, от других политических партий, в том числе и от Единой России. Ну, я, в общем, призываю всех абсолютно, представителей абсолютно всех политических сил объединиться каким-то образом там, да. Ну, не то, чтобы прям вот не мешать друг другу, да, но понимать, что все мы должны работать в рамках закона, да. Безусловно. В рамках закона, в рамках Конституции Российской Федерации. Если бы работали в рамках существующего законодательства, результаты были бы совершенно другие. И не было бы той вакханалии, которая, как говорится, идет на территории нашей Кировской области, ну и в большинстве территорий Российской Федерации. Сергей Павлович, я прошу прощения, про вакханалию немножко попозже продолжим. У нас сейчас реклама, точнее, небольшая пауза, и мы вернемся. Продолжается программа «Особое мнение», и в нашей студии я напоминаю Сергей Мамаев, руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании области, первосекретарь Кировского обкома КПРФ. Сергей Павлович, в перерыве говорили как раз про меморандум. Вы меня поправили в тот момент, когда мы с вами разговаривали про некое соглашение между оппозиционными партиями. Есть желание, стремление Единой России подписать некий документ, меморандум о честных выборах в Кировской области? Есть такой документ. Вчера он был и нам представлен. То есть инициатива Единой России. Но, к сожалению, Единая Россия много раз пыталась, так сказать, такие меморандумы подписывали. Но в то же время нарушение существующего законодательства всегда шло от этой политической партии. Хотя там есть здравый смысл в этом меморандуме. Есть неплохие, правильные, так сказать, предложения. Если бы они, все политические партии сегодня, в первую очередь правящая партия, о чем мы говорили выше, она соблюла этот меморандум. Я обеими руками бы его, так сказать, за него и подписал. Но, к сожалению, пока есть вопросы. Если мы завтра их снимем, значит, этот меморандум наша политическая партия, компартия Российской Федерации, подпишет. Так, а Вы завтра его обсуждаете? Мы завтра обсуждаем, да. И будет официально, я считаю, что подписание. Так как четыре фракции представлены в законодательном собрании, в основном четыре политические партии, ведущие, я бы так сказал. Самые крупные, скажем. Да, Российской Федерации и Кировской области. Вот этот вопрос будем завтра обсуждать. Хотя уже сделал политическое заявление председатель партии «Единая Россия» господин Быков данным меморандумом. Вот. Но завтра будем обсуждать. Или подписывать, или не подписывать. А Вы как-то с коллегами Вашими по оппозиции, то есть не из КПРФ, а из «Справедливой России», из ЛДПР, обсуждали уже вот возможность там подписания, не подписания, какие-то положения этого меморандума? Ну, я бы так сказал, на ходу мы обсуждали, но я думаю, что завтра вот в открытом таком формате встретимся все четыре партии и будем обсуждать, в общем-то, этот документ. Он, естественно, сегодня необходим, с моей точки зрения, но как он будет выполняться, там ведь есть тоже в определенной степени и плюсы, и минусы. Тогда, когда начинает лить грязь та сторона, которая, в общем-то, подписала и является инициатором этого меморандума, и говорит, что мы это не делали. Вы с документом к ним проводились. А там много технологий сегодня существует, которые, в общем-то, дают возможность так называемой «грязи», как они говорят, кавычка. А, ну то есть это какие-то вот, ну, совершенно там материалы печатные, без подписей и точно. Там технологии политические те готовы, конечно. А другие оппозиционные, например, партии не грешат такими вещами? Ну, я думаю, что есть совет политических партий, не парламентский. Он сегодня с нами подписал соответствующее соглашение, поэтому я завтра в формате переговоров, и, как говорится, если мы договоримся и придем к консенсусу, то предложу, чтобы председатель именно вот не парламентских партий, а объединений, то же самое подписал данный меморандум. Ну, там возможность есть, так сказать, дополнить те пять пунктов, которые есть в данном меморандуме. Так, а мы можем эти пункты озвучить, или это слишком долго сейчас? Это слишком долго, и, как говорится, вроде не стоит. Хорошо, Сергей Павлович, по времени завтра во сколько это будет, во сколько новостей-то ждать, подпишите или не подпишите? Ну, по времени завтра еще я не располагаю, так сказать, точным временем на завтра. Поэтому я думаю, что вы... Ну, хорошо, держите в курсе. Безусловно. Держите в курсе. Хорошо, еще одна тема, которую тоже применительно к выборам хотелось бы обсудить. Вы говорите про то, что есть некое административное давление на наблюдателей и на кандидатов от КПРФ. То есть, я, если верно вас понимаю, это от органов непосредственно власти на местах исходит. Безусловно, это от правительства Кировской области. Я могу привести вам яркий пример. Например, у нас в списке был поставлен заместитель председателя Совета ветеранов Кировской области. Это мы сейчас говорим про список кандидатов. Да, это кандидатом в депутаты Гордумы, это Машкин Анатолий Владимирович. Ну, тут же пригласил Бекетов и сказал, или же вы будете работать тем, кем вы работаете, или, так сказать, выбираете идти с Компартии, или, так сказать, остаться сегодня на работе. Так. Вот, поэтому товарищ Машкин остался на работе, но не стал участвовать в выборной кампании. Ну, таких примеров масса. И тут, что, как говорят в народе, греха таить давление со стороны данного... Подождите, а избирком разве не вмешивается в такие вещи? А избирком, ну, понимаете, эта структура, также она сегодня подконтрольна исполнительной власти. Это моя точка зрения. Тем более, у нас передача называется... Особое мнение. Особое мнение. Правильно. Она сегодня подконтрольна, и областная избирательная комиссия... Ну, мне вот уже, например, два, так сказать, замечания они в письменном виде сделали, но хотя там замечаний нет, и я думаю, что, как говорится, мы в этом вопросе поставим точку. Поборетесь еще? Да, безусловно. А тут, я уже вам сказал, административный ресурс представлен полностью во всех участковых избирательных комиссиях, территориальных и областной избирательных комиссий. Скажите, пожалуйста, а есть примеры вот такие, где ваш кандидат, может быть, не в Кирове, может быть, где-то вот в районах области, где вот он, несмотря на такое давление, сказал, да, ладно, ну и фиг с ней с этой работой. Все равно пойду наоборот. Есть даже, я могу сегодня отметить при так называемом муниципальном фильтре и поблагодарить даже членов партии «Единая Россия», что они не согласились, так сказать, с мнением руководства партии и поставили подписи за кандидата Компартии Российской Федерации. Давайте мы вот на этом немножечко приостановимся, потому что агитировать за вас, как за кандидата, к сожалению, мы не можем. Нет, мы не агитируем, здесь нет агитации. Но мы говорим, да. Нет, но мы говорим, но безусловно, мы же не говорим, вот, да голосуйте за того, голосуйте за это, правильно. Но я это понимаю, а сегодня областная избирательная комиссия обязана говорить, потому что повестка дня, а мы не видим с вами, где... Никуда не денешься, да. Да, никто, тишина, как говорится, в партии с избирательной комиссией области, ни одного баннера, и от проезжей района, нигде ничего нет. Будут когда выборы, никто не знает. В большинстве своем. Это плохо. Это очень плохо, а это работа областной избирательной комиссии. Мне кажется, надо жалобы писать. Вот всем просто, вот прям завалите избирком жалобами. Ну, знаете. Вот кроме шуток. Я понимаю, сейчас одна инстанция отстается, это как в той песне из шансона, жалобу Зюганову только остается писать, и некому больше. Нет, Сергей Павлинович, это же серьезные вещи. То есть, с одной стороны, мы все понимаем, да, что у нас порог явки отменен, и выборы все равно будут. Конечно, да, пять человек придет, уже выборы будут состоявшимися. С другой стороны, мне кажется, областные власти и на уровне регионального правительства, и на уровне районов должны быть заинтересованы в том, чтобы цифры по явке, по крайней мере, были более-менее приличными. Анна Дорога, я с вами полностью согласен. Если бы сегодня власть была заинтересована в активной явке, а тем не менее в легитимности этой власти, тогда да, тогда надо уже давно работать. То есть, с того момента, когда законодательное собрание объявило, в общем-то, выборы в Кировской области. И городская дума, ну и те думы, которые, в общем-то, сегодня на территориях муниципальных образований будут проходить выборы. Поэтому, естественно, или же легитимность власти будет, 30%, например, пришло на выборы, а 70% не голосовали. А как тогда легитимность установить этой власти, если взять третью статью Конституции Российской Федерации, где основным источником власти, напоминаю всем, радиослушателям и вам, Анна Дорогая. Я помню. Основным источником власти является многонациональный народ. Как народ осуществляет свою власть? Через исполнительные и законодательные органы власти. А вот самый легитимный орган, так сказать, выборности у нас, пока ее никто не отменял и не отменен, это тогда диктаторского государства, если выборов вообще не будет. Но когда выборы превращаются в фарс, просто, и многие сейчас почему не ходят, они ногами голосуют, они говорят, что голосуй, не голосуй, бесполезно. Как подсчитает, как сказал Иосиф Виссарионович в свое время, самое главное, как подсчитает. Не как проголосует, а как подсчитает. Поэтому вот этот сегодня постулат, он есть у власти, с моей точки зрения, очень в негативном плане. И я считаю, что власть сегодня должна быть заинтересована, чем больше придет людей на избирательные участки, а тот, кто не ходит, за них голосует, поверьте мне, это просто делается. Мы сейчас можем посетить целую передачу той, так сказать, каналии, которая была на прошлых выборах. Мы это сделаем, у нас, да, у нас просто тем с вами очень много впереди. Мы давайте избирателям нашим напомним, что выборы в Кировской области будут, они будут 10 сентября. Безусловно, 10 сентября. И на участки приходить нужно всем обязательно делать свой выбор. Это гражданский долг, я бы так сказал, каждого гражданина. Конечно. И он должен прийти и проголосовать. Хорошо. Сергей Павленович, правда, мало времени, говорила бы долго, но мало времени. У нас еще несколько тем. Ремонт дорог в Кировской области. Ой, хорошая идея. Ох, вы нам сейчас рассказывали программы. Вы съездили сегодня специально, как я понимаю, на улицу Комсомольская. Я нашим слушателям, кто не знает, должна сказать, улица Комсомольская на участке от железнодорожного вокзала до переезда, да, вот туда, в сторону выезда из города. Кто не был, я даже не знаю. Я боюсь отправлять туда людей на машину с экскурсией. Вот, яма на яме, на самом деле, ремонтировать ее будут, но к работам приступили еще в прошлую пятницу и положили на улицу Комсомольской лежачих полицейских. Два полицейских там, понимаете, между двумя полицейскими, там где-то примерно 12 метров расстояния, и этот участок... Ровные дороги. Да, самый ровный участок, маленький, это примерно где-то метров 30 расстояние хорошего, а все остальное, я бывал на танкодромах, бывал, так сказать, на многих полигонах и зарубежных, я не видел там таких плохих дорог, как, допустим, улица Комсомольская, этот участок. И эти ее неоднократно ремонтировали. И туда забивали деньги, но почему же не могут, так сказать, сегодня сделать простое, как она, как говорится, отвод воды сделать, то есть обочины поправить. А обочины выше сегодня, чем дорожное полотно. То как это, улица никогда не будет, так сказать, содержаться правильно. И, тем не менее, уклоны, те, которые есть, в общем-то, должны быть, вернее, на данном участке дорог, их нет. То есть вода, чтобы стекала на обочины, я не понимаю, кто там ложит, специалисты, не специалисты, но в то же время... Но там еще не приступили к ремонту пока. Ну, не приступили, зачем положили этих двух лежачих полицейских, которые... Ну, где там разгоняться, там 30 метров, а остальное, так сказать, там ухабывают. Там невозможно ехать. Я ехал сегодня, вот этот отрезок, по сути дела, там... Скорость сколько была? 10 километров. 10 километров. Да и то по ней так грохотало, что мама не горюй. Машина жалкая. Да, жалко машин, но поток есть. Поток машин есть, потому что людям некуда деваться, они едут, да, в этой дороге. А многие и нагородные просто не знают этой, так сказать, разбитой дороги, которую, в общем-то, не знаю, они приведут, соответственно, или не приведут. Хотя тут тоже есть, с моей точки зрения, определенная коррупционная составляющая в том миллиарде, который выделил на дороге, так сказать, федеральный центр. А Шадам тоже проводили... Торги? А? Торги? Да, торги. Ну, вы прекрасно это знаете. Кто какие, так сказать, лоты представил, и сколько лотов выиграла Москва сегодня. Самые крупные лоты выиграла Москва, насколько я помню. То есть в Москве было больше всего претензий, по крайней мере, на первоначальном этапе, не знаю, как сейчас. Не, но почему государственные структуры сегодня, которые есть, которые хотят работать, и не участвовали в этом процессе? Тот же Вят Автодор, к примеру. А сейчас его нанимают, эти московские, так сказать, однодневники, которые... Да, но субподрядно. Ну и, естественно, обговаривают, соответственно, так сказать, финансирование. Он получит меньше. Безусловно. Безусловно. Я так для себя подсчитал, но это мое, еще раз говорю, так сказать, мой подсчет. Где-то порядка от миллиарда, 30 процентов они хотят, так сказать, всего лишь потратить на благоустройство дорог города Кирова. Это мое мнение, еще раз подчеркиваю. Они это кто? Ну, кто исполнительная власть, и городская, и областная. А остальные деньги куда? Остальные деньги куда? Вопрос. Большой знак вопроса. Сергей Павлович, вы же депутат законодательного собрания, пишите, вы же можете запрос писать в соответствии. Я их массу уже пишу, я их, знаете, это самое, написал и еще напишу. Хорошо. Это не вопрос на власть, когда, вам просто пример привожу, когда исполнительная власть начинает отвечать по штатному расписанию, как говорится, совершенно абсурдные слать ответы, то приходится подключать прокуратуру. То есть, люди некомпетентные даже в ответе, они не секретный, я бы так сказал, материал, который, в общем-то, депутаты имеют право запросить. Если даже для служебного пользования, то они ставьте гриф для служебного пользования. И каждый депутат это понимает, что это данный документ для служебного пользования. Если он его где-то, так сказать, опубликует или доведет до широкой общественности, то вы можете претензии к данному депутату предъявить. Что ж вы боитесь? Почему в открытом доступе сегодня нет, как говорится, тех жалований, которые есть в администрации правительства Кировской области, у министров, у губернатора и так далее? Нет, подождите, они же отчитываются, жалования вы доходы имеете в виду? Это нет, это заработную плату я имею в виду жалований. Да, 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 доходы, они же отчитываются о доходах. Доходы это одно, заработная плата ежемесячная, так сказать, вы ее покажите. И сегодня есть решение Верховного суда, но на следующем заседании Законодательного собрания данный вопрос поставлен в повестку дня. Хотя депутат от ЛДПР, как говорится, выходила с данной законодательной инициативой и предупреждала, и, в общем-то, правильно это делала. Она делала запросы, вот, Ольга Валерьевна, но в то же время не ответили на эти, так сказать, ее запросы. И, как говорится, сами решили этот вопрос сделать, вынести его в повестку дня 27-го. Сергей Павлович, я прошу прощения, а тема дорог удалились немножечко. Скажите мне только одно, вот вы ездите по городу наверняка, да, видите, где-то делают, там улицу Украинскую вчера принимали. Сегодня у нас, я насколько понимаю, вообще иногородняя лаборатория принимает наши сделанные улицы, да. Результаты, думаю, будут через несколько дней там их проверок, может быть, там на следующей неделе. Нам важно успеть справиться. Вот, как вы думаете, погода еще такая, успеет справиться, нет? Ну, я думаю, что успеет. Успеет. Потому что погода, она, как говорится, погодой, надо брать поправки на погоду, но в то же время надо рассчитывать силы. Надо сегодня подключать все имеющие силы средства в ту непогоду, вернее, в ту погоду, которая, в общем-то, дает возможность работать на улице города Кирова. Но, к сожалению, интенсивность работ не надо сегодня, как говорится, на кого-то пенять, надо разбираться в этом вопросе и принимать соответствующие, правильные, быстрые и оперативные решения для того, чтобы освоить данные средства. Но я бы вам сказал, да, коррупционная составляющая там сегодня зашкаливает, с моей точки зрения, но я пока не располагаю этими документами. Я понимаю. Сергей Павлович, как только будут ответы, обещайте, что принесем. Безусловно. Хорошо, спасибо большое. Сейчас мы делаем небольшой перерыв на рекламу и вернемся. Продолжается особое мнение Сергея Мамаева, руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании области и первого секретаря Кировского обкома КПРФ. Еще одна тема Сергея Павловича не могу не спросить. Сегодня буквально новость пришла утром. Кировская Генам, футбольная команда из второго дивизиона уходит в третий дивизион, то есть снижается планка еще больше. Ну и так, собственно говоря, понятно, что не премьер-лига, да? Хотя ребята старались, играли, и болельщики же есть, ходили, да? Безусловно. Объясняется это следующим. В соответствии с государственной политикой в области физической культуры и спорта в Российской Федерации основной упор должен быть сделан на развитие массового спорта, привлечение максимального количества жителей страны к занятиям физкультурой, а финансирование профессиональных команд должно осуществляться в основном за счет внебюджетных источников, ну, там, привлечения спонсоров, да? Что вы думаете по этому поводу? Ну, действительно, значит, спонсор исчез у данной команды, но в то же время я приветствую вот именно тот момент, который дает нам возможность, чтобы обратить внимание на спортивные школы, детские спортивные школы. То есть мы понимаем, количество денег в бюджете ограничено. Да, да, да. Количество денег в бюджете, по сути дела, отсутствует, и сегодня ярких примеров много, те, которые в негативном плане отражаются. А там энтузиасты в основном работают. Конечно, надо поддерживать эту команду, не только эту команду, но и есть очень любимая кировчанами команда «Родина», которая тоже сегодня... В Чапецке есть Олимпия, да? Да, 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 Олимпия, Чапецке и так далее. Это, естественно, надо тоже тут не так вот с кондачка рубить, и, как говорится, людей, я бы так сказал, те, которые занимались, те, которые, в общем-то, любят это дело и сегодня остаются вот за бортом, то я считаю это очень неправильным. Надо все равно находить и спонсоров, делать какие-то преференции данным командам, чтобы они работают. А кто это должен делать? Министерство спорта, городская команда, город должен этим заниматься вопросом, так как это сегодня очень необходимо, с моей точки зрения. А на ваш взгляд, вот смотрите, если мы говорим о внебюджетных источниках, ну то есть понятно, что это бизнес. На уровне Кирова, кировскую команду, какая-то крупная федеральная компания вряд ли возьмет на содержание. Да, это безусловно. Речь идет, скорее всего, о кировских каких-то фирмах, правда же? Ну так это все в руках исполнительной власти. А на ваш взгляд, бизнес готов кладут? Нет, бизнес тоже это самое, ведь его, нет, не дойная корова, правильно, они считают, я бы так сказал, свои доходы, которые, в общем-то, зарабатывают, я бы так сказал, в большинстве честным путем. Поэтому надо разговаривать, надо делать преференции. А подождите, подождите, вот тут с преференциями-то, знаете, опасно ведь. Вот тут сделаешь преференции, а потом бац и Лефортова. Почему бац и Лефортова? Ну пусть извините. Ну, тут надо все делать официально, согласно, так сказать, закону, и Российской Федерации, и законодательства нашей Кировской области. Есть такие возможности. То есть все прямо документировать? Конечно, не только документировать, но и в то же время заключить договор, соответствующий с той или иной, так сказать, с тем или иным спонсором, но это чтобы было не на бумаге. То есть преференции какие? Я имею в виду и налоговое пославление, чтобы человек понимал, что эти деньги идут, так сказать, на задержание... Мы же понимаем, Сергей Павлович, если это в качестве налога не поступит, например, да, так этих денег лишатся, не знаю, там, какие-то льготники, еще кто-то. Ну, зачем? Я так не считаю сегодня. Почему? Потому что если бы климат налоговый был на территории Кировской области, действительно, согласно, так сказать, действующее законодательство и обстановке, то сегодня бы не ушли крупные налогоплательщики за пределы Кировской области, и порядка больше 800 ушло. И многие сейчас, так сказать... Это за какой период? За какой период? 800 за какой период? Ну, вот я последнюю цифру, это за прошлый период, как говорится, такая значилась цифра, да. Поэтому и... А сегодня уже намного больше тех людей, которые, в общем-то, ушли и стали на налоговые учеты в других регионах Российской Федерации, а с учетом, я еще раз подчеркиваю, политики сегодня, исполнительной власти, налоговой, ну, нельзя так себя вести. Надо с каждым сегодня садиться за стол переговоров и обсуждать те проблемы, которые... Из-за этих проблем, из-за тех проблем, которые, в общем-то, люди имеют и ушли, и стали на налоговые учеты в других регионах. Но надо все равно не силовыми методами делать, а надо договариваться, надо смотреть и договариваться. Еще раз подчеркиваю, а сегодня, если бизнес не будет развиваться, то, как говорится, полная стагнация и бюджета будет. Это уже присутствует на территории Кировской области. Ну, что вам за примерами ходить, я озвучил это публично, и сейчас еще раз повторюсь. У нас дефолт сегодня, дефолтная ситуация на территории Кировской области. Если собственные доходы сравнялись с государственным долгом, то есть 27 миллиардов госдолг и 27 миллиардов собственных доходов, как область должна развиваться, а где скрытые резервы в области, и почему сегодня, как говорится, не занимаются, но в течение года данный порядок, как элементарный сказал Игорь Владимирович, наведем, где этот порядок, я его не вижу. Я видел его, так сказать, отстадился за стол переговоров только изначально с Кирово-Чапецким химкомбинатом. Ну, ведь неплохой пример. Неплохой? Да, но почему не продолжил дальше? Почему начал, так сказать, дело, но не довел ее до логического конца? И начинают, так сказать, совершенно другие вещи говорить, которые, в общем-то... Ну, много же сейчас, мне кажется, обязанностей свалилось. Ну, обязанностей всегда много, но целых четыре здания сегодня. Проблема столько, потом... Целых четыре здания работают. Так ты доверяй людям и спрашивай в первую очередь. А когда человеку доверяешь и спрашиваешь с него, он будет работать. Он не будет думать о своем кармане и, как говорится, о той коррупции, которую сегодня проросли все органы власти на территории Кировской области. Ох, Сергей Павленович, какие громкие заявления вы делаете. Ну, какие громкие? Я... Нормальные заявления делаю. Надеюсь, что прокуратура прислушается к вашим словам, потому что прокуратура... Она всегда прислушается, надо отдать ей должное. Она работает, и я бы так сказал, моя точка зрения достаточно неплохо. Не только прокуратура, но и другие силовые структуры, они работают. Но ведь, знаете, как говорится, за всем не уследишь, есть такое выражение. Согласна, согласна. Хорошо, еще у нас остается буквально три минуты, и я вам просто выбор дам сейчас. Есть две у нас темы, которые мне хотелось бы с вами обсудить. Опрос в Центре изучения общественного мнения по поводу страхов россиян. И предложение Минздрава совершенно чудесное запретить продажу спиртного по выходным. О чем хотите поговорить? А хоть о чем. Ну, хорошо. Вот мне тема со спиртным больше нравится. Все-таки тут у вас Кировская область в некотором смысле пионером было этого движения, да, по запрету каких-то таких вот торговых всяких штук. Вы знаете, когда идет запрет на, как говорится, функции, применяются на территории региона, района или там сельсовета, по старому назову. А теперь все стороны, скорее всего. Да, конечно. Там всегда человек ищет наживу и начинает спекулировать тем или иным, так сказать, продуктом, который в определенной степени наложен хотя бы небольшой, но меморандум. Вот. Поэтому тут тоже палка, как говорят в народе, о двух концах. И надо соизмерять эти вопросы. То, что касается ограничения там продажи, ну, надо посмотреть сегодня, как говорится, по времени. Во-первых. Во-вторых, надо принять, с моей точки зрения, закон по продаже спиртосодержащих. Вот этот момент надо сегодня упорядочить и узаконить. Так, простите, сейчас вот немножко не поняла, что вы имеете в виду. Ну, это, как в народе говорят, продают эти различные функции, которые это спиртосодержащие называются. Я поняла, да, да, да. Они, скажем, в киоске и везде, так сказать, началась борьба. Да, я с вами согласен. Когда начальником УВД был генерал Солодовников. Да, мы в этом направлении его поддерживали. И сегодня, так сказать, я полностью поддерживаю те действия, которые тогда начал руководство управления внутренних дел по Кировской области. И поэтому сегодня... Сергей Павлович, хотя там были жалобы, от бизнеса были жалобы. Нет, ну от бизнеса... Нет, я понимаю, жалобы были. Но по каждой жалобе надо персонально разбираться, от кого эта жалоба идет и, как говорится, почему это происходит. А сегодня мы не должны травить наш народ. Хорошо. Это пузырьки. Официальный алкоголь легальный, сутро, вкладываются акцизы. Как вы считаете, выходные продавать или нет? Почему не продавать? Но ограничивай время. Это народ. Я считаю, что надо продавать. Я считаю, надо продавать на ограничение и сделать по времени. Если ты... Ну, а как какое? Выходные, выходные. Да, выходные. Допустим, ограничить по времени с 10 до 15 часов. Остальное время, как говорится, вечернее, тем более выходные дни, как говорится, оно дает основание трезвому образу жизни в этом направлении. Ну, смотрите, вы вот только что сказали, вот прямо в самом начале, когда мы начали тему обсуждать, да, все это повлечет за собой некий рост нелегальной торговли. Да, мы знаем прекрасно, ВКонтакте есть вот телефоны, кто хочет, может, зайти и поискать, да, там, в любое время дни и ночи тебе привезут. Ну, и тут тоже надо обеспечительные меры сделать законодательные в этом направлении. Не просто, что вот, как говорится, мы запретили и все. И люди начали, в общем-то, ну и сейчас есть это продажа самогона, спиртосодержащих, там, привозят в районах особенности спирта и так далее. Показина покупается, стоит дома, а вечером продает. Да, ну, тут, конечно, этот вопрос, я еще раз подчеркиваю, что надо его упорядочить и наводить порядок. То есть, обеспечительные меры сделать. Что за каждую нелегальную продажу соответствующее наказание. Понятно. И ловить. И ловить, безусловно. Тут есть поле деятельности и органы внутренних дел, будет, так сказать, предоставлено и другим структурам, которые, в общем-то, есть. Загрузим работы всех. Да, для всех хватит работы. Хорошо, вот последний вопрос. Ограничительные меры вводятся не первый год, как я уже сказала, да. На ваш взгляд, стали меньше пить в Кировской области или нет? С моей точки зрения нет. А знаете это в чем выражаться? Безработица. Если бы у нас каждый год шло, так сказать, увеличение рабочих мест, а не в сторону уменьшения этих рабочих мест, тогда бы человек был занят, и он меньше обращал на это внимание. Это, во-первых. Во-вторых, это психологически сегодня действие, когда человек без работы. Не каждый может выдержать вот это состояние, когда нет источника дохода. Правильно? И поэтому человек начинает искать возможность как бы себя избавиться от этой проблемы. И многие садятся, как говорят в народе, на стакан. Поэтому тут тоже, и не только эта проблема. Есть проблемы те, которые связаны с существующим законодательством. Надо сегодня, ведь много говорим о тех же ЛТП, о тех же, так сказать, медветрезвителях. Вы поддерживаете? Я поддерживаю это дело. Мало времени, да-да-да. Поддерживаете? Безусловно. То есть ввести, вернуть эту систему? Да, надо это вспомнить и посмотреть все положительные моменты, которые, в общем-то, были в советское время, в этом направлении их надо принять. Но как-то законодательно надо это все закрепить. Нет, так тогда и продукты были, и качество было, так сказать, продаваемые продукты гораздо выше, чем сегодня. Хорошо. Я прошу прощения. Вот, честно, говорила и говорила, но вот, к большому сожалению, время наше заканчивается. Я благодарю нашего гостя Сергея Мамаева, руководителя фракции КПРФ, законодательного собрания Кировской области, первого секретаря Кировского обкома КПРФ, Анна Лопшина. Прощаюсь с вами, Сергей Павленович. До свидания. Всего вам доброго. Спасибо.